Добрый день, дорогие зрители! Мы снова в студии Райдиан. С нами Артур Бадзыв, постоянный участник, уже часть студии Райдиан. Сегодня мы будем говорить о том, как формировалась национальная мысль о людях, которые формировали ее. Вообще формировали нацию, можешь прямо так сказать? Потому что... Участники национального движения. Не все зрители понимают, что лет 200 назад люди еще на Кавказе не мыслили категориями наций. Да, нация это все-таки то, что появилось уже в промышленную эпоху формирования больших городов. С началом 20 века национальное самосознание уже... Вот, и поэтому мы сегодня будем говорить, конечно, о Коста и людях, которые шли за Коста. Стали его преемниками. С чего мы начнем? Ну, начать, коротко в двух словах, можно сказать, за предысторию. Что до появления тех людей, которые сплотились вокруг Коста, Коста стал, можно сказать, душой формирования национального самосознания. А до этого те просветители, те народники, которые были, они были все-таки частью больше общероссийских процессов. То есть российского просветительства или российского оппозиционного движения. Ну, соответственно, они воспитывались в гимназиях и принимали участие в оппозиционной деятельности, допустим, как Алихан Ардасенов или Дзибол Голиев в Петербурге. Тут надо сказать, что мы были частью большой империи и процессы на нас влияли. То есть иногда, опять же, очень люди специфично думают, что вот мы были какой-то вот осколок империи, там и нас процессы не касались. Надо понимать, что если где-то на Кавказе шли процессы, связанные с тем, что делала империя, да, там в Санкт-Петербурге, в Москве, то в первую очередь они шли в Моздоке и Владикавказе. Да, после завоевания непокорных обществ, после подавления восстаний вооруженных, после того, как последнее было восстание Махаммата Тумаева за права, так сказать, после ухода махаджиров, вот, Осетия, естественно, как и другие регионы Кавказа, но Осетия в большей мере была вовлечена в общероссийские процессы. И вот, к чему я вспомнил за просветителей и народников, что тогда еще не было национального движения. Вот оно начинает появляться в конце, в самом конце 19 века и особенно в начале 20 века. Ну, естественно, тут, как такой символ, можно вспомнить, ну, в основном, как бы, вот этот зачин был в публицистической деятельности Коста, где он очень яростно критиковал действия администрации. Потому что, я напомню, после того, как царем в России стал Александр Третий, на Кавказе была очень сильно ужесточена политика в национальном вопросе. То есть права народов Терской области стали ущемляться. И Коста, естественно, выступая против произвола Терской администрации, он говорил, что это противоречит интересам не только горцев, но и самой России. Потому что вот неправильные действия власти, они настраивают горцев против России. — Мешают мирному сосуществованию народов, да. — Да, мирному. При этом он всегда писал, что основная масса горцев в Осетии, в Чечне, в Кумырской плоскости настроены, и в Кабарде настроены на совершенно мирный лад. То есть они хотят работать, развиваться и так далее. — Но империя не была настроена к ним на мирный лад. — Да, потому что, во-первых, официально они назывались туземцы. Можно вспомнить, как жители Гавайских островов или индейцы в США, они тоже назывались туземцы, да, или как бы инородцы. — Ну, дело не только в названии было, дело в том, что к ним относились как к людям второго сорта. — Ну, конечно, конечно. Ну, кроме тех, кто органически вписывался во властные структуры и становился верным проводником политики. Нет, к ним относились очень даже неплохо. Ну, вспомним, там, генералов, допустим, да, из Астин, и не только из Астин, и из Адыгов, и из чеченцев. — Коста, как их клемил, ищущих олдарство. — Ну, это уже... — Чуть позже, да. — Да, это уже больше не про военную интеллигенцию, больше про тех, кто претендовал на дворянцев. — Ну, да, ищущих о дворянство, да. — Да-да-да, ищущих дворянцев. — Я тут еще один просто момент добавлю. Вот я из курса школьной истории, вообще, астинской литературы, Коста преподносят нам немного вытравленным, что это человек, который восклавлял отечество, любовь, и вот он за мир, дружбу, жвачку. Коста был очень жестким критиком. — Оппозиционером. — Оппозиционером и очень жестким критиком. Он критиковал христианское духовенство, исламское духовенство, он критиковал всех людей, которые относились к народу плохо. — Да. — Ну, в первую очередь, террористскую администрацию. — Да. — Он критиковал осетин, которые ради своей личной выгоды выступали на стороне власти против своего народа. — Прислужники, которых называли. — Да, то есть Коста был очень жесткий, и поэтому Артур, справедливо говоря, сейчас именно о его публицистической деятельности. — Да, потому что вот сложился такой образ Коста, вот кондовый такой образ, каким его представляется в глазах большинства стен. Это как бы поэт, который писал о романтике. Ну, понятно, что у него такое тоже было. — Но это маленькая часть. — Да, это не было главным его посылом. — Не за это его любили, да? — Да, не это было главным его посылом, его жизненного пути. Он известен как борец за права народа, за права бедных людей в том числе. — И давай скажем, за права народа речь идет не только осетин. — Да, и других горцев. — Да, он всегда выступал от имени горцев. И даже в его знаменитом стихотворении «Владикавказ» он описывает отношение жителей Владикавказа к горцам, астинам, чеченцам и ингушам, что вот каждый день ходят слухи, что астины, чеченцы, ингуши, такие злые разбойники придут и ограбят Владикавказа. — А, и персиане, да. И вообще у него к Владикавказу, скажем так, не очень отношение было. — Ну, тогда, во-первых, надо понимать, что Владикавказ был в основном процентов на 70 русским по этническому составу. И причем в его составе были в основном отставные военные или действующие военные. — Которые были полны предрассудков горцам, да. — Ну, конечно, конечно. Причем самое главное, что эти предрассудки им внушались властью. Не то, что они по природе были такие. Нет, мы знаем примеры, когда многие русские люди очень не просто положительно относились к горцам, а еще приносили большую пользу и участвовали в развитии и образования среди горцев, и экономического развития, ну и так далее. — Сразу, как пример, мы на Крыльях записывали подкаст о событиях Колки. И когда она первый раз сошла, 1901-1902 год, там как раз именно экспедиция, русская экспедиция, они делали все, чтобы спасти села, чтобы предупредить эти события, чтобы избежать. — Гуманитарная экспедиция. — Да. То есть были люди, которые реально проводили колоссальную работу для того, чтобы улучшить жизнь горцев. И эти люди были, да, представителями русской нации. — Да. Ну и вот, как бы, возвращаясь к деятельности Коста, я могу сказать, что если в 1882 году, это последний год царствования Александра II, сама власть Терской области, вот был такой наместник, вернее губернатор Свистунов, при его покровительстве было создано общество по распространению образования и технических сведений среди горцев. Это 1882 год. Но вот если коротко сказать о том, как за 1890-е годы, когда вот при Александре III был такой генерал-губернатор Каханов, как изменилась политика, вот если коротко описать, это видно, когда в конце 1890-х Коста обратился к тому уже появившемуся слою осетинской интеллигенции, о том, что давайте создадим печатный орган, который, ну и в первую очередь, осетинские общественные интересы будет выражать и общегорские, так сказать. И вот в письме Всеволоду Миллеру в 1897 году интеллигенция Осетии писала, «Летом мы выработали устав осетинского издательского общества, но пока боимся его представлять начальству. Времена не те, что прежде. Смотрит здешнее казачье начальство крайне враждебно на осетинцев и на горцев вообще». Это вот приводится по книге Бориса Калоева про Всеволода Миллера. Это показывает, что тогда, то есть на самое начало XX века, то есть уже появились люди, появилась определенная консолидированная группа вокруг самого Коста, кстати, который был душой этой компании. И вот есть фотография знаменитая на Сапицкой будке, у них такая сходка, как сказать, произошла. Там вот рядом с Коста сидят Арсен Коцоев, Цоцку Амбалов, Батербек Туганов, там родственники его, кстати, тоже, Джанаев, Тотиев и так далее. Ну, Дивлет Дударов, потом, ну, Гапо Баев, кстати. Это, кстати, редкая фотография, где Гапо Баев в Черкесске. Потому что он был, ну, как, наверное, наверняка, знаешь, первым мэром Владикавказа из Астин. Он, по-моему, был вообще первым мэром туземного происхождения в... В Владикавказе. И даже в Владикавказе. Не, а в Моздоке до этого уже был Соломон Алдатов был такой. Вот, ну, буквально там за пять лет до этого он избрался. Вот. Ну, и еще там был Башир Далгат. Да, вот среди... Да, великий человек. Среди вот такой астинской, как сказать, элиты духовной, вот там был, да, Башир Далгат, Даргинский. Благодаря которому сейчас Войнахи, в принципе, погружены в свою историю. Ну, да, он вложил такой значительный вклад в исследование культуры Войнахов, осетин, там, кумыков, ну, кавказцев. Вот. И, как бы, образовалась эта группа. Но в 1902 году, после вот знаменитых событий в Гизеле, когда там произошел, произошло такое стихийное выступление против власти и в Дурдуре одновременно, когда Коста есть интересное письмо, то есть, по которому мы можем понять, что Коста понимал стратегию, что надо иметь определенную стратегию национального движения. И в письме Гапо Баеву он приводит понимание не только стратегии, но еще и тактики. И вот это интересно очень прослеживается вот в следующем письме от 6 июля 1899 года. Вот он пишет Гапо Баеву. О балдарах надо шуметь поменьше. Не надо придавать никакого значения глупым выходкам некоторых, не доросли из них. Тогда они сами мало-помалу устыдятся своего домогательства. Учащаяся молодежь из их числа явно проявляет наклонно слиться с народом. Всякими резкими выходками их только можно озлобить и заставить держаться обособленно относиться враждебно к народу и к его интересам. То есть он пытался не допустить сословного или классового разделения. То есть Коста прям предчувствовал, что эта тема будут спекулировать коммунисты и не допустить ее. Вполне возможно, потому что тогда уже был, допустим, Георгий Цеголов, который обрушился не столько даже на Алдаров, сколько на Гапо Баева, который вторым был человеком в Осетии после священника Александра Цаликова, кстати, близкого друга Коста, который открыл, так сказать, кредитное товарищество в Осетии. Он создал сельский банк в Ольгинском, который кредитовал тех людей, которые хотели заниматься мелким предпринимательством, так сказать. Вот. Ну, интересное, конечно, было отношение у Коста к этому. То есть он его, естественно, поддержал. И когда Георгий Цеголов на него... Так Коста еще и капиталистом был. Ну, он как бы сказал, что... А тот на него напал, Цеголов, ну, он же был такой социалист эсэрского типа, и он как бы напал на ГОПО, это есть статья известная вот у Коста, называется «Избави нас от таких судей». Господи, избави нас от таких судей. И вот там он отвечает, что зачем ты нападаешь на него, который хочет принести пользу? Потому что эти кредиты, которые он дает людям, они же помогают все-таки какое-то дело, то есть он поддерживает их. Ну, люди, которые плохо знают экономику, они не понимают, что кредиты помогают. Они думают, что кредит это исключительно зло. Они не понимают, как работает рыночная экономика, и поэтому, если сейчас такое мнение распространено, то я представляю, как распространено оно было тогда. Во-первых, конечно, надо понимать, что тогда это, конечно, все-таки совершенно другая была, как это сказать, другая форма была капитализма, потому что тогда это только появлялось, и тогда это еще капитализм проникал в общество, где еще сильны были, как сказать, общинные родовые пережитки. И там это столкновение было по-другому. У нас, когда капитализм появился, он как бы был детищем в России советского, это советские люди, коммунисты, комсомольцы, в том числе и Гайдар, и прочее, они же были из коммунистов, и они поэтому по-своему его, а тогда это люди, связанные с Европой были, они как бы в более классическом виде это как бы все. Кстати, вот интересный момент, что Куста, ну из письма мы видим, что Куста ставит приоритет национальных интересах надклассовых, значит он уже националист, а не коммунист. И кстати, ГОПОК свой банк назвал всесословный, потому что надо вспомнить такой момент, коротко постараюсь, что Александр Третий, он основал дворянский банк, то есть был крестьянский банк и был дворянский банк, то есть дворянский банк естественно на более льготных условиях помогал именно дворянам. Ну потому, что у дворян кредитная история лучше была, чем у крестьян. Ну вот интересный еще момент, прежде чем перейти собственно к основному сюжету, я коротко хочу сказать о том, что в письме Юлиане Цаликовой устал с иронией писал, что она, как он думает, не является сторонницей школы ГОПО с его лозунгом коммерция это форма будущей жизни человечества. То есть мы видим, что вот кто был капиталист, так это ГОПО Баев. Именно причем, ну, как даже в какой-то современном, ну, предшественникам во всяком случае современного понимания рыночной экономики. Видишь, он сформулировал так, коммерция это форма будущей жизни человечества. Но вот он оказался прав. Ну, сейчас, да, на сегодняшний день это по факту так, как сказать, бесспорно. Цоголов требовал, чтобы каждый интеллигент точно определил на стороне какого класса он стоит и чьи интересы он защищает. Коста говорит, что Цоголов не открыл Америку насчет того, что в нашем обществе существуют разные социальные группы с самыми разными социальными интересами. Но в то же самое время он защищает ГОПО, показывая, что он стремится во благо народа это делать. Вот несмотря на то, что Коста написал вот такое понимание своей тактики национального движения в письме ГОПО Баеву, однако же, когда в 1902 году произошли вот эти события в Дурдуре, когда помещики Тугановы в силу своих экономических интересов выселили на улицу можно так сказать толпы народа, женщин, детей и так далее. Ну это с тобой уже в одном подкасте обсуждали подробно. Вот после этого Коста разразился известной статьей «Внутренние враги». Ну и потом произошли вот события в Гизеле, когда там из-за произвола старшины, которого поддержал пристав Степанов, произошел бунт, то есть беспорядки, как можно современными языком сказать массовые беспорядки. То есть был брошен туда на подавление казачий отряд, можно сказать, ОМОН, да, того времени. Росгвардия. Да, и после этого произошел судебный процесс и там около от 50 до 20 человек было арестовано, но в результате сроки им смягчили. Вот. Противоположность тому, что мы видим сейчас по процессу так называемого народного схода 20 апреля, что сейчас общество, ну, максимально дистанцировалось, наше осетинское общество от судьбы этих людей. Ну мы, естественно, можем по-разному относиться, да, но факт то, что это наши люди. И вот сейчас я считаю, что абсолютно неправильно вот так равнодушно относиться к своим людям. Потому что по сравнению даже с теми сроками, которые, ну мы видим по делу Цкаева, занижает суд, ну, в ответ на запрос прокуратуры делает меньшие сроки, чем запрашивает прокуратура. А там по полной, как сказать. Почему? Потому что нету общественной реакции никакой. А вот тогда в чем выразилась реакция осетинского общества? Что много людей, много людей, тогда не было ни интернета, ни телевизора, ни радио, но, как говорится, пацанской почтой, да, наверное, то есть многие люди об этом узнали. И Владикавказские осетины, и осетины соседних сел, и они пришли на этот процесс. То есть зал не вмещал, вокруг суда стояли, то есть там тысячи осетин собрались. И там был Коста, который уже как раз в это время у него начались большие проблемы со здоровьем. И там в промежутках на судебных заседаниях он прямо обратился к этому приставу Степанову, сказав, что вы сами спровоцировали этот бунт тем, что вы назначаете всякую сволочь, и она делает произвол. Но вот после этого, не углубляясь в конкретный вот этот отрывок... Короче, Степанов хотел организовать в Гизеле мини-кущевку, на что у него не получилось, очевидно. Он поддерживал самого настоящего морального выродка, был такой Бибо Кундухов, который изнасиловал женщину, который оскорблял стариков, то есть самого настоящего урода морального. и все люди знали его действия. Он и сам собственно тоже оскорблял так скажем уважаемых в селе людей, которые требовали самоуправления, чтобы мы как по нашим традициям на Нехасе могли решать вопросы связанные с нами же, с внутренним устройством села. А они отказывались предоставлять какое-то самоуправление, говоря, что вы не имеете права выбирать себе какое-то самоуправление. Ну это долгая тема на самом деле. Прямо параллельно спрашиваются, но не будем. Да, конечно. Переходя вот уже непосредственно к судьбе Коста, чтобы не растягивать, как у меня это часто бывает, значит Коста после вот этого судебного процесса, видимо на него события в Дурдуре и события в Гизеле очень затронули его душевное состояние. Помимо этого мы, конечно, помним, что он жил очень бедно. Буквально он, несмотря на свою гордость, часто приходилось обращаться к друзьям, чтобы ему дали какие-то деньги на пропитание. То есть вот в такой бедности жил наш Великий Коста. Потому что все свои силы он отдавал общественной борьбе. Ну, как мы знаем, общественная борьба во всяком случае в то время особо не кормит человека. Ну ни в какое время не кормит человека. Да, да, да. И Коста был полностью посвящен. Можно сказать, один момент. Я хочу, чтобы отдельно ты сказал. Там же на суде были осетины, которые давали показания против осетин. Да, и Гапо Баев к ним обратился. Это Гапо Баев. это Гапо Баев. Он сказал, что на осетинском языке он сказал, не кушайте свое мясо. Не будьте людоедами. Да, потому что зачем вы свидетельствуете против своих, учитывая, какое дело это было, мягко говоря, неоднозначное. И зачем вы берете позицию подлецов. И даже суд в итоге, он, конечно, дал им сроки, но он очень сильно смягчил. Потом сам Степанов жаловался на это, что под давлением туземной интеллигенции собралось множество туземцев, суд, мол, мягко очень. Я просто хочу, чтобы зрители обратили внимание, какой высокий уровень этнической солидарности демонстрировали Остины. Извините, что перебил. Да, без всяких интернетов, без всяких средств социальной связи и так далее. И вот, возвращаясь к судьбе Коста, вот после этого, помимо физического состояния, здоровья, то есть там и семейные проблемы были, то есть он хотел жениться, не получалось, и вот эти события, в первую очередь, связанные с родным народом, он видел его угнетенное состояние, и кстати, он находил понимание у прогрессивных русских людей в Петербурге, вот допустим, можно вспомнить князя Ухтомского, вот, и других людей. Ну, иначе бы он не публиковали его статьи в вестнике Санкт-Петербурга. Допустим, вот Ухтомский, он был, имел связи с царем Николаем II, надо это понимать, и когда Коста с такими статьями разгромными, там, накануне неурядицы Северного Кавказа, которые он опубликовал в Питере, это вызвало такой резонанс, что генерал-губернатора Терской области сместили, и самое, что интересно, вот тоже обязательно надо это сказать, что он там упомянул дело Каирова. Каиров это человек, на которого по, как сказать, вот бывает дело с шитыми белыми нитками, да, то есть фабриковали дело, то есть какое-то убийство повесили на невиновного человека, как Коста пишет, однозначно невиновный человек. Его повесили. Да, его повесили. И вот он, как в свое время Вольтер, за одного казненного протестанта невинного, он дошел до царя, до высших эшелонов российской власти, требуя, чтобы разобрали с этим произволом. Ну, потом мы еще помним дело Ольгинской женской школы, которую большую пользу внесла, потому что первые женщины, осетинки, которые там получили образование, они потом стали учительницами и тоже, ну, как бы принесли пользу обществу. И вот ее решили закрыть неожиданно. И более того, и Коста выразил протест, и вот Александр Цаликов, и там другие люди, и кого сослали, то есть, кого выслали, ну да, арестовали. Опять же, как это с шаблонами, да, вот ломаешь шаблоны, обычно нам же рассказывают про то, что кавказцы борются с женским образованием, что кавказцы пытаются архаизировать свое общество. Осетия, конечно, в этом плане выделялась из остального Северного Кавказа, потому что в силу того, что, можно так сказать, как минимум половина, если не больше, исповедовала христианство, во всяком случае формально, и она, Осетия, еще со времен Аксоколиева была приобщена к церковно-приходскому образованию. И вот в этом плане это давало возможность получить образование. У нас тотально вся интеллигенция выступала за распространение образования. Да, конечно, конечно. Но потом, правда, появился вопрос, это вот уже в начале 20 века, какое образование лучше, потому что церковные школы, они все-таки сугубо миссионерскую цель в основном преследовали. И там не на остинском языке велось преподавание. И та уже появившаяся интеллигенция, в частности. Понимали, что нам нужны светские школы, где будет научный подход. Инал Собиев, это вот два учителя известных из христиановского, то есть из Дигары. Потом и Арсен Коцовев, и... И в Беслане Гутиев эту школу построил первую, да. Гутиев и Фриев, они основали две церковно-приходские школы, то есть... Они тоже религиозные были. Да, да, ну, церковно-приходские, женскую и мужскую. А вот первую министерскую, или как ее называли народную школу, открыл Саукут Хостов. А, да. Саукут Хостов, да. Он, кстати, помимо этого был активным участником, как сказать, вот этого общества ИР, вот к которому я сейчас все-таки хочу наконец-то перейти. И вот, собственно, после тяжелого заболевания Коста в конце 1903 года он лежал, можно так сказать, покинутый, забытый многими людьми. без средств существованию, и сестра его забрала в Лабу. То есть вот в ихнее село. И там, собственно, он, правда, у него была одна вспышка, когда он еще как бы вот жизненные силы, как сказать, появились, когда его даже еще пытались поженить на Леле Хрумовой, но она сама тоже заболела и умерла, и вот это его окончательно подкосило. после этого очень тяжело закончил свои дни. Вот в конце 905-го он уже был при смерти, и в начале 906-го, то есть в марте 906-го года он умер. Но вот эта смерть Коста, она, и как бы, когда он был при смерти, она совпала с революционными событиями в Осетии, когда произошли массовые выступления против власти, но они, конечно, были частью общероссийского процесса, это так называемая первая русская революция, вот, и как пишут сами, как сказать, представители власти того времени, что Осетия требовала, они это называли сепаратизмом, но на самом деле Осетия требовала самоуправления, это даже такой, как говорится, монархист, преданный царской власти, Гапо Баев, он сам это еще с конца 19-го века подавал постоянно записки власти о том, что мы созрели для того, чтобы нам дать самоуправление, это земство тогда так называлось, это целое движение было в России, которое требовало введения земства, то есть самоуправления, и вот когда в России произошло такое ослабление, царская власть, ну, представители царской власти, то есть Калюбякин был такой генерал-губернатор, и так далее, пишут, что Осетия проявила себя наиболее враждебным образом к царскому режиму, опять так же важно подчеркнуть, чтобы нас не обвиняли, там, как некоторые глупые люди пишут в комментариях, что мы там против России, или там против русских, царская власть в первую очередь кого угнетала, это русский народ, и поэтому это было в общих интересах, то есть и мы знаем, что в результате этих революционных событий Николай II, его правительство приняли манифест в октябре о даровании определенных свобод, то есть по результатам этого была создана Государственная Дума, до этого не было законодательного органа, ну, настоящего, с народным представительством в России, были только элитарные, то есть вот дворянский там сенат и так далее, вот, была введена свобода вероисповедания, вот, понятно, что это все были трагические события, что мы вспомним, допустим, Кровавое Воскресение, были очень, можно сказать, ужасные события, когда, по сути, людей, которые шли с портретами царя, с иконами, их расстреливали, причем они просто хотели передать петицию царю, со своими вот просьбами, даже не требованиями, просьбы, вот, ну и в Осетии тоже, конечно, было вот это нападение на Лагир, погром торговцев, там, рубили лес, который принадлежал Тугановым, Туганова опять вызвали казачий отряд, опять так же здесь надо подчеркнуть, что не все Тугановы так себя вели, а это было поведение Хамби, Асламбека, там, вот, таких царских генералов и полковников, а вот, допустим, отец Махарбека, Туганова, тоже такой, самый настоящий дворянин, Сафарби, он, который учился в Германии, да и сам Махарбек, и Батырбек Туганов, и другие еще тоже были, которые не поддерживали поведение вот этих своих родственников, жестокое отношение к народу, в общем, 905-й год был таким, очень суровым, можно так сказать, и вот после этого умирает Коста, то есть официально по, ну, это произошло в конце марта, по новому стилю, это было 23 марта, 23 марта, вот, просто вот эта разница к календарей, я поэтому немножко путаюсь, но суть в чем, в это же время, после вот этих революционных событий в Беслане, представители тагиатских фамилий, опять так же, можно сказать, не самые лучшие представители, собрались на свой съезд, и они постановили, что вот мы за батюшку царя, который даровал нам тагаурство, это, кстати, отсылка к прежним нашим подкастам, что до установления российской власти среди североиронских обществ не было собственной аристократии, то есть были сильные фамилии, но именно дворян не было, в отличие от Дегорий, допустим, ну так вот, и они пишут, вот мы в защиту батюшки царя должны истреблять всех революционеров и всех сочувствующих им, то есть как бы вот, ну такие, знаешь, выступили застрельщиками такого очень жестокого, жесткого отношения ко всем, кто является оппозиционным к власти. Псы режима. Да, 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 вот. Но опять так же, надо вспомнить, что в противоположность им в национальном движении одним из лидеров, допустим, был опять так же Джентимир Шанаев. Он, его как старшего всегда, ну он потому, что еще из старой когорты просветителей был. Ну тут у нас противопоставление люди со словным мышлением и люди с национальным мышлением. Да, 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 но при этом они из одних фамилий. Ну понятно. Потом можно вспомнить, был такой Ахмед Дударов, но это не тот Ахмед Дударов известный, как бы в честь него наверняка был суд. Назван он потом был министром продовольствия в Горской Республике. Но помимо этого он еще был активный участник вот этого общества ИР, потом филологического Остинского общества, ну и так далее. Ну и Саукуст Хостов, тоже вот отпрыск можно так сказать агиатской фамилии, ну и многие другие, не буду вот, как говорят, загрузить фамилиями, но самая как бы главная идея в чем, что вот эти похороны Коста, они, то есть вот тело Коста, его сначала же похоронили в Лабе, потом привезли в Осетию. Туда была выслана большая делегация из почетных представителей Остинского народа, которые уговорили семью отдать тело, они же его похоронили там в своей семейной усыпальнице, и кстати, на тех похоронах, которые там произошли, еще 23 марта, по старому стилю, было очень много из соседних народов, из Абазин, из Черкесов, из Карачаевцев, потому что Коста же дружил, допустим, с Карачаевским общественным деятелем, Крым-Шамхаловым, ну и так далее, вот, и поначалу семья, ну в первую очередь его сестра, она была против, то есть, ну как бы, ну тем более как бы обида была, то, что последние годы как бы его забыли, при том, что уже при жизни за него склады, сложили песню, вот, но в итоге, конечно, они добились своего, и вот, значит, 1 апреля, или 10 апреля, по новому стилю, 1906 года, гроб с телом Коста, то есть, достиг пределов Осетии, первая станция, естественно, Илхот, и уже там огромные массы народов встречали гроб Коста, огромные массы, причем, как пишут газеты, со своим духовенцем, то есть, там по пути были и мусульманские, и православные аулы, и со священниками, и с мулами выходили, и вот, то есть, это как вот, ну, национальное, общенациональное событие, хотя перед этим его как бы забыли, но при этом вот эта смерть Коста, то есть, люди, ну, есть же знаменитая такая фраза, что потерявший ценим, то есть, пока он еще был живой, последние годы, как бы за него даже забыли, при том, что он болел, что он, как сказать, страдал, да, как бы особого участия никто не принимал, и вот тут вот такая встреча, то есть, после Илхота, особенно уже в Беслане, вот, здесь написано, вот, в статьях, что на станциях в Илхоте, Беслане, его гром встречали огромные толпы народа из окружающих аулов, и это, важно отметить, что это было спустя два месяца, вернее, три месяца, после карательной экспедиции Ляхова, который разорил очень, ну, десятки аулов. Это как раз у нас предыдущий подкаст был, ссылку я тоже дам, вы увидите наверху. это было такое очень, как это сказать, оказало очень подавляющее влияние, естественно, на народное мышление, на, ну, как сказать, на коллективное сознание, угнетающее состояние, когда везде поставили и народных казачьих, властителей, когда посадили многих людей в тюрьмы, допустим, Билбаздыко Бритаев, он сидел в Назранской тюрьме, Георгий Кисаев, там, Черменбаев, ну, и так далее, многие, в частности, один из моих предков, тоже, Бадзиула Бадзиев, он тоже и умер, кстати, в тюрьме, Дрис, Давитов, ну, и так далее, то есть, очень многие люди попали в тюрьмы тогда, очень многие люди, и вот это все очень сильно подавило народ, то есть, он как будто заморозился, как некое онемение наступило, вот, то есть, все, астины уже, наверное, тогда думали, надо как бы вот, вести себя потише, но вдруг умирает Коста, и это, это же конец зимы, начало весны, можно так сказать, да, зима закончилась, началась весна, и началась, вот она с похорон Коста, и вот что мы здесь видим, что власти не ожидали подобного массово народного схода, похоронная процессия превратилась в грандиозную демонстрацию, вот что об этом писала сестра поэта Ольга Хитагурова, Коста встретили в Беслане, а священник Цомаев отслужил на платформе у вагона Коста по Нехиду, а в Владикавказ мы прибыли в 11 часов, на вокзале было столько народу, что пройти туда было практически невозможно, вся платформа была заполнена, приготовили траурную колесницу, но Коста все время несли на руках, даже на головах, несли студенты, офицеры, простой народ, даже простые оборванцы, в Астинской церкви священник Гатуев говорил и по-русски, и по-стински, при выносе его из церкви, мусульмане возле церкви сделали над ним свое дуа, писатели и поэты читали свои стихи, Трое по-стински, цеголов по-русски, вот, допустим, некий Абаев вспоминает о Владикавказских похоронах Коста, улицы Владикавказа были необычно оживлены, большими и малыми группами люди двигались в сторону вокзала, к полудню вокзальная площадь и прилегающие улицы были полны людьми, погруженными в траурное молчание. Цинковый гроб с телом поэта вынесли и несли на высоко поднятых руках, вот, и, вот он потом пишет, вот, зазвучала траурная речь, начал свое надгробное слово поэт Георгий Цеголов, потом зачитал свое обращение Борис Алборов, и выступила сама Ольга Хитогурова, она впервые предстала перед широкой общественностью, вызвала к себе огромный интерес, в том числе и у молодежи, потому что, ну, Коста-то все знали, а его сестру как бы никто не знал. Но дело в том, что Ольга была не только сестрой и соратницей Коста, с кем он, ну, которая ему очень сильно помогала. И вот на чем хочу завершить рассказ о похоронах Коста, о том, что еще в 905 году был подписан указ, запрещающий горцам показываться в городе вооруженными. Но, несмотря на это, на похороны многие приехали верхом, не только с кинжалами, саблями, но и с охотничьими ружьями. Вначале полиция пыталась обезоруживать непослушных, но все новые, новые, новые волны вооруженных горцев приезжали в город. И тогда полицейские отступили, выставив у дворца губернатора дивизион гусаров. Похороны прошли без музыки, без инцидентов. Правда, позже, возвращаясь уже домой, после того, как предали земле Коста, горцы в знак протеста произвели за городом несколько залпов. И вот тут надо еще отметить, что помимо православной панихиды, отслужили свою панихиду армяне и другие христиане, а уже после отпевания на могиле Мула произнес молитвы на арабском языке. Ну, то есть какое-то фантастическое единение. Да, потому что, ну, в частности, для ислама, ну, это вообще уникальное явление, можно так сказать, чтобы мусульмане читали, так скажем, похоронную молитву за немусульманина. Хотя мы, конечно, знаем, что помимо и критики, но как христианские сюжеты, очень известные есть, как сказать, в творчестве Коста, да, допустим, «Се человек», очень сильное произведение. Так есть и, допустим, в поэме «Фатима» интересные очень моменты про, говорит, святые законы Магомета, их неминуемая кара, постигнет тех, кто там их нарушает, ну и так далее. Но в конце траурной церемонии, естественно, прошло традиционное посвящение коня умершему. Все-таки самый последний аккорд был в рамках народных верований, так сказать, да? Это еще Батрас Идамон об этом хорошо рассказывает, о том, что это традиция посвящения коня, она там имеет еще адскивские корни. Ну да, это очень как бы интересный вообще обряд. А в 90-х годах уже стали посвящать машины умершему, эти машины нельзя было даже продавать. И вот, кстати, участник похорон, один из участников, ну кто был, вернее, в смысле на похоронах, Саид Габиев был такой, один из основателей Дагестана, вот республики Дагестан и лакской литературы. Вот он писал, о чем же говорило это уникальное сочетание религий у могилы христианина по рождению Коста? Это говорил о том, что Коста был не только первенцем поэзии осинского народа, а главным образом гражданином, борцом и страдалецом за общенародные гражданские интересы, но также за общечеловеческие идеалы, за братство и свободу людей. И он там еще пишет о том, что как будто в самой природе как бы это отразилось, что эта боль осинского народа, она как бы затронула и окружающие народы. То есть они с пониманием отнеслись, насколько это была большая утрата. То есть к чему я это все говорю? Что вот это настолько сильно подействовало на осетин, в том числе на интеллигенцию, что они поняли, что мы потеряли нашего лидера. Но это не значит, что мы теперь должны сидеть пассивно и ничего не делать. Наоборот, мы смотрим, летом 1906 года наконец-таки консолидировались все представители передовой или прогрессивной тусовки того времени. Ну, кавычка, конечно. То есть там был и Афако Гасиев, и, допустим, Гигот Засохов был, и Алихан Ардасенов. Ну, это вот Алихан Ардасенов и Афако, это еще и старые гвардии. Но помимо этого, естественно, группа интеллигентов, что важно с разными политическими взглядами. То есть тут Идзибын Газданов, Сабан Коченов, известный наш Цоцко Амбалов, который, как сказать, работал прям даже на вот этом аппарате, который печатал первую осетинскую газету, Иронгазет. Альмахсид Кануков, который написал Райдиан Чинек, то есть осетинский букварь современный, ну, для того времени, модернизированный. Студенты Асламбек Бутаев, который стал редактором первой осетинской газеты, Камбулат Уртаев, Цамагадеев, и Дзалаев. Вот, кстати, Дзалаева неизвестно для меня имя, потому что везде оно только вот, ну, как инициалы. Ну и в общем, вот Иронгазет появилась в результате прямых усилий участников общества ИР, которое, в свою очередь, было предтечей Круга Коста, появившейся в 1917 году. Итак, вот здесь самое, я считаю, начинается самое интересное. Вот. Тут мы как бы все предысторию говорили. Вот, что объединило людей, там среди них были и социал-демократы, и монархисты, ну, как в частности, Гапо Баев, и вот Исмаил Баев, вообще был бахаид, допустим, то есть были и мусульмане, и православные. Вот Сослан Тимирханов тоже потом в этом принимал участие, который зарегистрировал первую тогда, как сказать, общину осинской традиционной религии. Тогда как раз. Вот. Что же их всех объединило? Абсолютно разных людей и социального, и вероисповедания, и политических взглядов. Ну, не просто как бы абстрактная, да, любовь к Осетии, патриотизм. Ну, у нас же сейчас тоже, вот в Осетии же много патриотов. Почему не объединяются? Почему не объединяются? Потому что у них были общие ценности. Общие ценности. Вот, во-первых, это были люди, ну, естественно, интеллигентные, то есть, конечно, это были не дворовые пацаны, да, хотя там были генералы, допустим, Миналкусов поддерживал вот такое движение, да. Но дело в чем? Самой главной ценностью у них было это уважение к человеческой личности, несмотря на другие взгляды. я думаю, сейчас вот проблема, почему вот у нас проблема с консолидацией разных, как сказать, деятелей, которые, в принципе, у которых общий противник, да. Кто общий противник? Те, кто притесняют права простых людей, да, когда вот происходит, как сказать, убийство невинных людей, когда предаются осинские национальные интересы, но почему постоянно у нас, как бы, оппозиционные силы, назовем так, разрозненные, и как бы не знают толком, куда идти. Да и вообще, вот если сейчас посмотреть, в 90-х годах был, да, всплеск, когда на нас надавили националисты из соседних народов, ингушские националисты, в первую очередь, грузинские, тогда, да, произошел этот всплеск, и не только ребята, которые, как сказать, самые смелые сыны Осетии, которые с оружием в руках защищали, не только они, вот мы, как бы, в простом понимании, мы в первую очередь их вспоминаем, и это правильно, на самом деле, им сейчас мало уделяется внимания. Но тогда вспоминали, в первую очередь, интеллигенцию, в те времена. Ну, в те времена, и это было правильно, потому что у них была организаторская роль. Да, конечно, если никто не будет с оружием в руках защищать, интеллигенция не поможет. Торрес Кулумбеков как возглавил Южную Осетию? Ну да, вот. Нужен был образ интеллигента. Был Алан Чочиев, был Солтанбек Таболов, вот, и, ну, допустим, тогда же Галазов и Кулумбеков. Несмотря на то, что они были пожилые, скажем, коммунисты. Да, один ректор университета, другой директор школы. Да, да. Ну и Чибиров потом был еще. То есть, к чему я говорю, что вот этот был всплеск, но, к сожалению, начиная с 93-го года произошел, вот, допустим, трагический погиб Солтанбек Таболов. Бектаболов, да. Потом в Южной Осетии произошла трагедия, когда убили Вадима Газаева, который старался все-таки навести порядок, чтобы не было криминального состояния. Потом другие ребята погибли, то есть, какая-то междоусобная война произошла. Это на самом деле большая трагедия. Вот если говорить о том, что происходило в Осетии сто лет назад, вот мы записывали подкаст о брат на брата. То есть, там по религиозным причинам было здесь уже сугубо по, как сказать, по криминальным, да, или вот... бизнес-интересы. Да, и бизнес-интересы, да, и амбиции, и так далее. И вот после этого, вот этот сплеск, который был, а, кстати, надо обязательно упомянуть, Велену Арзиати, это великий был ученый, и он очень четкие расклады давал, вот... Ну, кстати, надо отметить, что и Руслан Бзаров тогда принимал очень активное участие в национальном движении. Поехал в Южную Осетию во время войны и пламенными речами зажигал людей. Конечно, был и Ким Цеголов, и Станислав Суанов, и Георгий Кантемиров, то есть, ну, генералы, военные люди, конечно, вот, но все-таки, вот тогда было такое... Локомотивом была интеллигенция. Да, вот такое общее пробуждение какое-то было. Но опять так же, вот у нас любят говорить, что мы объединяемся только перед лицом войны, да, перед лицом внешней угрозы. Но это абсолютно в корне неправильно. То есть, то вот национальное движение, которое было в начале 20-го века, когда появилась первая Остинская газета, кстати, закрытая за национализм, с такой формулировкой. Это же Асламбек... Бутаев. Бутаев был редактором. Его же потом сослали. Его арестовали и потом выслали из Терской области. Ну, как в свое время Коста высылали. Потом был организован Ирон-театр. Да? Вот основатель Остинской драматургии Илбы Ждыко-Бритаев. Ну, тогда еще был Беса Тотров, Роза Кочесова. С чего они начинали? Вот, казалось бы, такое дело, ну, театр, да? Это же как бы развлечение. Ну, вот сейчас что такое театр? Это просто как бы, ну, развлечься, где-то посмеяться, где-то... Нет, сейчас театр это даже не развлечься. Вот на данный момент Остинский театр, он пережевывает без обид. У меня друзья там работают, но я сразу скажу, что он пережевывает сюжеты давние, они не являются актуальными. А мы помним, что театр, с театра начиналась революция. Да, вот. Допустим, произведение Хазби у Лождукова Бритаева, как пишет Сумак Гадиев и Нафиджу Сойты, оно вызвало бурю в осетинских селах, потому что они вот сами собирались, вот простые, вот в Ольгинском, кстати, первые вот эти народные постановки театральные, вот, и в том числе и Хазби, и вот Роза Кочевцева написала такую пьесу, как бы, наш пристав сошел с ума. Вот ты видишь, как оно настолько было актуально, связано с народными сюжетами, с притеснением власти, то есть это было, как бы, ну, манифест, то есть выражение того, что вот нас всех волнует, и поэтому они смотрели не просто как на театр, а как, ну, на выражение нашей жизни, они как бы смотрели как на самих себя, они видели вот в актерах самих свою жизнь. Ну, сейчас театр утерял эту функцию, да, абсолютно. Это, это, кстати, результат советского вот уже подхода к театру, когда это все стало вот так наиграно, нет, играли качественно, технически, фильмы советские снимались технически хорошо. это называется интеллектуальная кастрация, вытравливание, вот, то есть оппозиционности. ты даже про куста сказал, ведь современный образ куста, который мы знаем, он вытравлен. Да, поэт, романтик, такой очень добрый, милый человек, вот, не знаю его фразу, что весь мир мой храм, любовь моя святая. Да, но возьмите чуть-чуть пару куплетов выше в этом стихотворении, почитайте, что он пишет, про что он пишет. Додой, если взять, Додой, да, нас цепями сковали, скверняют наши святилища, нас бьют розгами, ну, это же, это как, это же, и потом он говорит, где наш лидер, куда мы идем, и что мы такое сейчас, это же вот, ну, великие слова, как бы, обращенные к сердцам, к сознанию людей, чтобы их пробудить, чтобы задуматься, а кто мы, ну, что такое осетинство, это же не просто, вот, как мы сейчас, мы, Алланы, вот, там, в Хазарах, там, на праздники, вот, там, тосты, это же совсем другой смысл имело, это нам навязали за советское время, и особенно за 90-е годы, вот, когда я сказал, вот эта вспышка произошла, вот, но когда кого-то поубивали, кто-то погиб, потом, вот, при Засохове, все это национальное движение, оно обратилось в пыль, как будто вот, ну, понятно, тогда было, при Засохове арестовали Чочиева, ну, да, убили Валеху Булова, кстати, на севере, что интересно, да, потом, ну, я как бы, об этом тоже в сюжете есть ссылки появятся, я как бы ни на кого не намекаю, но факт, что это было во время правления Засохова, это факт, вот, потом мы, что дальше видим, потом убили героя нашего Бимбулата, Дзуцева, это уже начало 2000-х, но к чему я говорю, и вот тогда, конец 90-х, начало 2000-х, все, Осетия растеряла вот эту пассионарность, которая резко возникла, опять так же, под давлением извне, но дело в том, что вот та пассионарность, которая появилась в начале 20-го века, понятно, что тоже было давление царской власти, но оно все-таки было основано на той интеллектуальной работе, которую ввела интеллигенция, по пробуждению национального самоосознания, то есть самоосознание-то что такое? Это ответ на то, кто мы, в чем заключается осетинство, и вот осетинство в понимании Коста и деятелей национального движения того времени, это была борьба за свободу, за национальное достоинство, в первую очередь. Я сразу вспоминаю выступление одного Ахмеда Цаликова, где он говорит, ну это уже как раз гражданская война, говорит, что ваш коммунизм, это всего лишь перекрашенный в красный цвет деспотия, которую мы видели при Российской империи, а нам, горцам, нужна демократия. Ну вот, да и тем более в нашей культуре, в традиционной культуре Нехас, это сейчас Тер Нехас превратился просто в имитацию, то есть в абсолютно мертвый орган, который ничего не делает по сути. Министерство по религиозным делам, по делам Ахдала. Да, проявление совкового формализма, причем самое главное, что в советское время вот народные верования, народные обычаи, они под давлением советской власти были очень сильно искажены. То есть вместо той основы, которая была изначально, это состязание, состязательность во всем. Так что Слава Джанаев про это хорошо рассказывает, что состязания именно проходили на таких. Вот, кстати, Слава Джанаев, это очень, я вот недавно с ним познакомился, очень адекватный и очень миролюбивый. Крайне миролюбивый человек. Да, деятель действительно возрождающий национальную культуру. Вот, и он очень лояльно относится и ко всем другим религиям, в отличие от тех людей, которые неразумно разделяют народ и противопоставляют. Ну, это мы уже записывали под кассом. Да. Поэтому вот хочу все-таки вернуться к тому, что основой национальной культуры, во-первых, было понимание, что вот даже у Астерджи, который сейчас главный осетинский святой, можно так сказать, или покровитель, он же символизировал, что мужество в поведении, он же олицетворял защиту бедняков. Это даже есть вот такое предание, почему Астерджи стал покровителем, вот главным, самым популярным. Потому что с другими вместе он со святыми приходил, и бедняк сказал, что ты нас защищаешь, наши интересы. То есть бедный магур хуматаг адаймак. То есть вот поэтому вот это качество мужественности и защиты прав бедных, вот оно подняло его, он как символ этого был. То есть никто его образ какой-то определенный не был. Самое главное было качество. То есть когда о нем говорили, имелось в виду качество, мужественность и защиты, как сказать, угнетенных людей. Да, до Махарбека Туганова, его изображение картины у людей было. Естественно, да, вообще не было, никаких изображений не было. Вот. Потом, что касается там... Кстати, Махарбека Туганова очень критиковали за изображение у Астерджи. Но он-то, когда творил свои великие произведения искусства, он хотел просто показать красоту той сложности, многоцветности, которая сложилась в Осетии. И в нашем Нарвском эпосе и так далее. Но у него не было, ну, как бы, цели, как сказать, догматизировать вот что, вот этот образ, как он его видит, что вот он такой есть. Тем более он сам был мусульманином. Да, да, да. Он был, конечно, светским человеком, но мусульманином. Потом Сосламбек Едзиев сделал уже скульптуру во время Великой Отечественной войны. Какой смысл он в это вкладывал? Он не утверждал, что вот именно вот так он выглядит. Он хотел донести, что... Это была интерпретация. Да, что вот змей, которого он поражает, это фашистская Германия. Вот, что как бы силы света побеждают фашистскую Германию. Но вот не было вот этих памятников у въезда и так далее. Кстати, проводились недавно конкурсы, ну, недавно, я помню, 5-7 лет назад, по изображению у Астерджи. Ну, там это был конкурс не только среди астин, там у Астерджи и Святой Георгий. Да, да. И там такой пестрота образов. Там даже из Карачаева-Черкесии кто-то изображал, ну, аналог у Астерджи у Карачаева-Черкесов. Ну, да, понятно. Ну, там, видишь, какой был момент очень важный в народных преданиях, где говорится о том, что он под видом старика, в основном такого сединой, посещал людей. И смотрел, как они относятся к бедным. Вот в суфийской, в мусульманской, как сказать, народной культуре есть такой персонаж как Хизер. Вот это прямая аналогия. Но дело в чем, что, как сказать, это был символ справедливого отношения к бедным, к угнетенным людям. Вот сейчас даже, если посмотреть, вот рядом с каждым из нас есть человек, который нуждается в помощи. Ну, если ты считаешь себя, что ты почитаешь в Астерджи, но при этом не показываешь мужское поведение, то есть не помогаешь тем, кто слабее тебя, кто нуждается в твоей помощи, ну, какая польза от этих тостов и обращений к в Астерджи? Если ты себя ведешь не так, как ты должен себя вести, как у Астерджи показывал пример, да, то есть он же проверял, а, хорошо они относятся к бедным или нет. Если плохо, то таких он как бы наказывал. Вот. Ну, вот этот момент. Но это мы как бы чуть... Да, они ушли в религиозную культуру, но если возвращаться вот к нашей актуальности, я считаю, вот главный мой призыв, да, если вот как бы сформулировать, сжать основной мой посыл, я считаю, что те проблемы, которые сегодня есть на юге Осетии, когда мы видим, когда вот вдова Инала Джабиева, его мать, когда они стояли, и люди, не то что эти люди, которые на юге Осетии, я думаю, ты прекрасно понимаешь, они далеко не из боязливых людей. Они перенесли... Безусловно, да. ...такую войну, будучи... Не как в 2008 году, когда Россия все-таки помогла в силу своих стратегических... Да, это о чем говорит, что люди на юге, это очень храбрые люди, очень мужественные, но почему они, не они, я имею в виду, а вообще вот не было массового вот участия вот в судьбе этих женщин? Я думаю, потому что на юге, как и на севере, мы же один народ, то, что происходит на севере, это отражается на юге, и то, что на юге, отражается на севере, потому что нас поглотила культура потребительства, культура равнодушия к соседу, к тому, что происходит в нашей нации. Ну, я бы добавил не только потребительство, нас поглотил этатизм. А это советское, это советское влияние. Да, это преклонение перед людьми из власти. Да, это в советское время, буквально, ну, в сталинское время. Да нет, это и при Российской империи было. Но оно тогда началось. Но именно в советское время террором насадили страх перед властью. Да, и мы видим, что... Такое вот, знаешь, как чуть ли не обожествление власти. Раньше власть в Южной Сети опасалась народа. И власть с народом общалась, и вот прям очень... Считалась. Считалась. Сейчас мы видим, что... Мы же понимаем, что Южная Сеть это часть информационного и культурного пространства большой России тоже. Конечно. И то, что происходит в России, там моментально оказывается... И то, что происходит в Северной Осетии. А теперь давай вспомним, вот ты лучше меня эту тему знаешь. Ты изначально был в числе тех людей, которые поддержали Земфиру Цкаеву, когда вот произошла трагедия с ее мужем. Да, честь и хвала тем людям, которые изначально вот вместе с вами, я, к сожалению, тогда не был в Осетии. Нет, ты потом-то приходил на суды. Да, но я имею в виду, что изначально вот сколько там, 200-300 человек, да, собралось? Да. Но понятно, что в первые там дни там люди, может быть, какие-то не знали, были не информированы, но на протяжении шести лет это длился этот судебный процесс. Ну, я тебе скажу, что я, например, ожидал гораздо более худшей ситуации, потому что я видел, как на суды приходили ребята. Слушай, на первый суд, вот выкроил время, пришел Хаджимур Альга Цалов, олимпийский чемпион, и его появление, он даже на видеоролике появился и сказал, знаешь, можешь появиться по-тихому, он прямо на видеоролике сказал, что это... Нет, это очень хорошо. И вот дело Гуева тоже, что люди вышли и показали свою позицию, но все равно, Алик, вот смотри. Ну, хочется ждать больше. Да, вот я же тебе привел пример, вот когда после событий в Гизеле, где Коста присутствовал, обрати внимание, тысячи человек с разных концов Осетии приезжали. Понимаешь? Почему сейчас такого нет? Что-то, значит, в коллективном сознании произошло. И это ты правильно говоришь, что началось это в советское время, когда атеизм, материализм, этотизм, но в 90-е годы тоже произошла большая катастрофа. То есть это и массовый криминал был, и национальная вражда разожглась как никогда. То есть эта ненависть была очень сильная с соседями. Ну, пассионарные люди были уничтожены. Да, в советское время. Но в 90-е... В 90-е тоже. Да, да, да. Это взаимный отстрел был страшным событием. И тут еще такой момент надо отметить, что никогда, даже при Российской империи, государство не... Вы знаете, государство в целом смотрело на народ, но у него не было пальца над каждым человеком. В советское время технологии, они позволили это сделать. А сейчас технологии еще сильнее. То есть человек не государство для человека, а человек для государства. И более того, люди сами в это поверили. Люди уверены, что они для государства. Нет, насчет этого я полностью с тобой согласен. Но хочу все-таки подчеркнуть вот мысль свою главную, что понятно, да, что государство давлеет над личностью, над обществом. Хотя должно быть наоборот, по идее, что гражданское общество должно оказывать серьезное влияние на политику. Собственно, само государство должно основываться на основе общественного договора. Ну, мы помним те события, коротко если сказать, что в 93-м году какие события были в Москве. Там стреляли по Белому дому и после этого приняли Конституцию. Кстати, Конституционный суд объявил Ельцина нелегитимным президентом. То есть, это уже большие вопросы к тому, как это все произошло. Ну и к тому, как Астина-Ингушский конфликт разжегся, роль Москвы в этом и роль Москвы в событиях 91-го года, когда генерал Пуго, то есть, который возглавил ГКЧП, дал приказ Малюшкину вывести войска. То есть, сдали Грузии. А потом уже другая сторона вот этой российской элиты, уже Ельцин, в декабре 91-го подписывает договор с Гомсахурдией. То есть, когда Южную Осетию уничтожали. Я просто, сейчас просто зрители не могут, наверное, не поймут, как далеко мы ушли. Наверное, нам надо будет отдельный подкаст сделать, а сегодня мы все-таки сфокусируемся на смерти Коста. Ну, на теме национального движения. Я просто хочу подытожить, да, вот наш подкаст какой мыслью, что я считаю, что консолидация умных, продвинутых, прогрессивных, культурных людей, родеющих действительно за национальное возрождение и на юге Осетии, и на севере. В частности, вот сейчас, который идет предвыборный, такая, как сказать, интересное очень событие на юге Осетии. Я думаю, консолидация должна произойти на основе осознания, то есть, куда мы должны идти. То есть, на основе выбора, как сказать, стратегии нашего развития осетинства. То есть, если мы выбираем позицию пассивности и такого потребительства, лишь бы не было войны, лишь бы нас никто не трогал, вот стабильность, лишь бы нам что было покушать, да, условно говоря, вот такую, ну, какую-то, честно говоря, жалкую позицию, то тогда можно... Тогда не будет покушать, ничего не будет. Да, в том-то и дело. Но изначально можно ставить крест на осетинах, как на нации, как на национальном проекте. Но если мы все-таки понимаем, что перед Всевышним, перед нашими святынями, перед нашими предками у нас есть ответственность, да, то мы должны консолидироваться вокруг лучших представителей нашей нации. То есть, допустим, вот на юге я вижу, вот, ну, допустим, Давид Санакоев, это тот человек, который стоял с родственниками Иннала Джабиева, да, когда другие не выходили. Вообще, это нужно и религиозных авторитетов, которые имеют какое-то влияние, да, на свою паству, их привлекать. Они обязаны участвовать в национальном движении. И в первую очередь, конечно, гуманитарная интеллигенция, ученые. Из религиозных я сразу вспоминаю только двух человек по свете, которые имеют более-менее авторитет. трех, ну, трех. Это Матушка Нона, Малагирский монастырь, это Хаджимурат Гацалов, упомянули на Славу Джанайте. Да, Слава Джанайте, отец Стефан, Савва Гоглоев. Не, на самом деле много студий, которые, да, но, кстати, помимо вот религиозных деятелей, это я как бы, да, традиционно как бы, да, мы назвали, потом я сказал за политические фигуры, но есть еще гуманитарная интеллигенция, ученые. Да. Начали вспомнить, давай вот вернемся к началу, и я думаю, перейдем к завершению, чтобы, как говорится, не растекаться по полотну, да, мы начали с того, что вот эти люди, которые организовали, ну, много каких-то фактов, я, наверное, извиняюсь, растянули чуть, и все не упомянешь, как говорится. Вот эти люди, которые организовали и Ронгазет, и Ронтеатр, общество ИР, потом Круг Коста, и так далее, они же были деятели культуры, и многие из них ученые, Афако Гасиев, это был первый философ, религиовед, социолог, там, юристы, вот, Залаев был инженер, ну, то есть студенты, ученые, преподаватели, учителя, учителя, да, допустим, он же на юриста учился, тоже на адвокатах, да, Цаликов, Ясламбек, Бутаев, они были, да, юристы, вот, Гопо Баев был мэр, ну и так далее, то есть это была интеллигенция, да, и в первую очередь научная интеллигенция. Сейчас, вот, к сожалению, опять так же, ну, здесь, в этом плане, люди науки, нашей, вот, нашей современности, стали соглашателями, они стали пассивными, воспроизводят, какие-то некие шаблоны, которые им уже заданы до них. Ну, у них позиция такая, я не вмешиваюсь в политику, да, да, это я считаю, хотя вот у нас есть премьер Солтанбек Таболов, вот, вот это он же организовал СОИКСИ, это великий пример для всех ученых людей. Я вполне уверен, что если бы он был жив, он скорее всего или премьер-министром республики стал, или президентом, президентом, и главой. И я вот, ну, хочу как бы обратиться, вот, ко всем людям науки, если вы себя считаете, как бы, ну, представителями рационального мышления, то с точки зрения рационального мышления не должны ли вы участвовать в консолидации общества? Кто, как если не вы? Ну, допустим, религиозным деятелям трудно, допустим, да, может быть, договориться между собой, ну, разные религии исторические, да, политическим деятелям трудно договориться между собой, разные партийные интересы, личные амбиции, но вы, люди науки, вы же объективные люди, кто вам мешает инициировать это? Ну, все-таки, что такое наука? Это же поиск истины. Научный подход. Да, человек, ученый, он должен быть стойким в этой истине, то есть он должен, ну, и других тоже распространять знания, вот там у них общество называлось распространение знаний, а сегодня наука, она как будто, вот как ты помнишь, сказал за деятелей культуры, что они приватизировали сферу культуры. Есть такая тенденция. приватизируют, и никого не пускают, и это превращается в их внутреннюю кухню, все, наука для нас, не для общества. Я еще хочу сказать, возвращаясь к теме, чтобы понять, как можно консолидировать людей, как можно общаться людям, надо почитать письмо Илбридуко-Бритаева и Цоцкого-Амбалова. Илбридуко-Бритаева к Цоцкого-Амбалу. Он сказал, что мы разных политических убеждений, но это не мешает нам обвиняться. Ну, с какой любовью он пишет, как брату, старший брат называет. И второй момент, который я перед завершением хотел бы отметить, все-таки, чтобы понять, вот мы, наш подкаст, это на самом деле большой метатекст, да, его, его надо смотреть с отсылками, вот, весь наш текст, это отсылка к текстам, к историям, да, когда мы говорим про, там, про Горскую республику, какую работу там выполнял Хасан Хадзарагов, Асламбек Бутаев, да, чтобы понять, кто такой Асламбек Бутаев, надо почитать его биографию, что это за история, чтобы понять, какое произвело, что, что случилось с Осетией после произведения Бритаева-Хажбиаликова, надо хотя бы посмотреть эту театральную постановку или прочитать, то есть, чтобы с самого начала понять суть этого подкаста, надо прочитать статью Коста Хайтагурова о Нюрядеце на Северном Кавказе, Северного Кавказа, то есть, цель нашего подкаста, чтобы огромное количество людей, допустим, это будет 10 человек или сотня, прочитали, чтобы они погрузились в реальные образы астинской интеллигенции, а не те вытравленные образы, которые нам сейчас дают, я в первую очередь говорю о Коста, нам сейчас дают вытравленный образ, бронзовый образ, неживого куста. Я еще хочу, знаешь, сказать, что это, я думаю, должно быть, то есть, любой человек, который радеет за национальное движение, за национальные интересы, он не обязан быть, как сказать, интеллигентом, да, или там, не все же институты, как говорится, заканчивают, и так далее, но прошлое свое, причем не тысячелетие, то, что назад было, а вот 100 лет назад, 50 лет назад, 150 лет назад, ну и в первую очередь, там, 20-30 лет назад, то, что недавно было, это, я думаю, должен знать вот свое прошлое, свои корни, каждый, кто хочет участвовать в национальном движении. Институты мы не просим заканчивать, но есть национализм непросвещенный, который превращается в шовинизм, и в первую очередь он убивает самого человека. И он вредит национальным интересам. Конечно, потому что непросвещенный национализм, он убивает жизнь в самом человеке, потому что, если человек не верит, что любой человек имеет право на жизнь, что любой человек достоин базовых прав, права на свободу мысли, свободу высказания, любой, вне зависимости от цвета кожи, языка, на котором он говорит. Я, извини, Олег, тебя перебью, вот я, кстати, хотел вот эту главную мысль тоже сказать, сформулировать, что осетина в этом плане часть европейской цивилизации, где вот Вольтер сказал, что я абсолютно не согласен с вашим мнением, оно мне глубоко противно, но я готов умереть за то, чтобы у вас было право его высказывать. Я к чему говорю, что у нас, вот в остинской традиционной культуре, не было традиции наказывать за инакомыслие. Да, у нас была традиция жестко наказывать за оскорбление чести и достоинства, но в плане каких-то стратегий вот давайте вот так сделаем, а другой говорит, нет, а я считаю, что вот лучше вот так, да, или критика друг друга. Ну, у нас весь нартский эпос построен на том, что нартам приходилось прислушиваться сардона, которого они не любили. Ну, да, это как бы вот древний момент, но я думаю, даже вот в Ныхасах 19 века и на собрании самое главное вот этой интеллигенции, то есть у них была очень сильная полемика, я, кстати, забыл об этом сказать, там у того же Бимбулата Тулатова с Магометом Газдановым по сословным вопросам, у Алихана Ардасенова с Иналом Кануковым такие и печатные споры были, у Коста оппонировал тоже многие. Вот эти дебаты надо все читать, читать, как Коста с Цоголом, с Георгем Цоголовым, да, 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 вот избави Бог нас от таких судей. Но они были в контексте все равно понимания, что личность человека, его честь, его достоинство нельзя затрагивать, даже если он абсолютно противоположное мнение говорит. Да, и вот в этом и есть суть просвещенного национализма, когда ты в первую очередь понимаешь, что есть у человека базовые права, будь он осетийный, ингуш, чеченец, там, ну, кого видел Коста, афроамериканцев он, наверное, не видел, но я думаю, что из-за их права он боролся. Кстати, ты сказал за афроамериканцев, я тут же хочу привести как бы отсылку к фильму «Не смотрите наверх». Да. И там был такой момент, не знаю, смотрел, мало кто заметил, что там как бы показывают общество сильно поляризованное, что вот одни смотрите наверх, а другие смотрите вниз. Ну, консерваторы, там, демократы и так далее. Но там был такой как бы фильм в фильме, что там некий режиссер снимает фильм «Тотальное уничтожение», ну, про катастрофу Земли. И он говорит, наша проблема людей в том, что мы не слышим друг друга, мы не умеем нормально общаться с друг с другом, то есть мы не понимаем, что только через уважительное общение противников в одном обществе, да, мы можем принести пользу. Да. Вот. Иначе, что у нас, какая альтернатива уважительному общению на основе совести, на основе призыва к справедливости и терпимого отношения к тому мнению, которое абсолютно другое. Иначе у нас альтернатива взаимного уничтожения. То есть мы или начнем воевать друг с другом, или мы научимся уважать друг друга. Но чтобы уважать друг друга, люди должны находиться на одной платформе, национальной платформе. Нет, ну это естественно. если трудно общаться с человеком, который... Нигилист. То есть который отрицает все. Ну, которому ты пытаешься быть вежлив, а он в тебя бросает камень. Нет, естественно. Опять так же... Тут поэтому нужен Агдау. Да, нет, это сто процентов. Я же поэтому сказал, но если говорить об Агдау, я думаю, это если вот, ну у нас же это вечный вопрос. Да. Как говорится, кто виноват, что делать, и что есть такое Агдау. Да. Как один сказал, это Агдау. Агдау, Вот, но я к чему хочу, если коротко сформулировать в двух словах, что такое Агдау. Это общечеловеческие нравственные ценности с национальной спецификой. Безусловно. Вот, с учетом национальной специфики, национального мышления, истории, традиции. Вот. Но надо, конечно, здесь обратить внимание, что, конечно, народные обычаи, они меняются. Конечно, трансформируются, да. Да, условия жизни меняются. Мы не можем сейчас соблюдать адаты, которые были в 18 веке. Кровной мести и так далее. Вот. Мы сейчас живем по уголовному кодексу. Но при этом в культурной сфере, в моральной сфере, конечно, мы должны с этим считаться. И анархисты, нигилисты, которые отрицают все, они как бы выводят себя как бы с поля, ну, где участников этой общественной дискуссии. Но, естественно, мы, я считаю, что все-таки отстаивая традиционные ценности, мы должны проявлять терпимость и гуманизм, то есть человечность. Даже к тем людям, которые нам абсолютно неприятны. Знаешь, почему? Потому что это закон бумеранга. Это, конечно, к нам вернется. Если мы кому-то будем как бы одобрять репрессии, то люди, которые сильнее нас, вот, которые сейчас также репрессируют. сатрапы, да, или там которые сейчас во главе, допустим, Южной Осетии, да, и так далее. Они тоже могут сказать, а вот побить журналиста, это нормально, он же других взглядов, давай-ка его репрессируем. То есть я хочу закончить, знаешь, на чем мой последний призыв, что я очень желаю, чтобы в Южной Осетии народ сделал свой выбор, поддержал, ну, как я вижу, на сегодняшний день лучшего кандидата Давида Санакоева. И для этого, естественно, нужна консолидация вокруг вот одного, потому что, ну, невозможно, если будет миллион оппозиционных кандидатов, это все, ну, как бы приведет, но должно быть уважение между людьми, должно быть больше конструктива и больше осознанности, что происходит. Помимо вот сиюминутных интересов, мы же должны думать, что через год будет, что через два. Нужна стратегия. Да. Ну, давай, мы уже ушли глубоко от нашей темы. И последняя, Алик, последняя фраза, что негоже одного тирана менять на другого. Если мы хотим убрать одного правителя только потому, что я хочу быть тираном вместо него, то это тупиковый путь. Надеюсь, мы следующие подкасты поговорим уже про, я хотел бы про Слонбека Бутаева поговорить. Обязательно выделим отдельные, как бы, сектора. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего хорошего. Добра. Спасибо.